Попиющие по своему цинизму факты вскрылись во время проверки хода строительства мемориального комплекса «Урочище пески» в Полоцке. Мемориал возводят на территории бывшего лагеря для советских военнопленных «ДУЛАК-125». В годы Великой Отечественной здесь захоронили 40 тысяч человек. Строительство началось несколько лет назад. Деньги на мемориал, как говорится, собирали всем миром. В итоге то, что должно было строиться на века, уже разрушается. Виной некачественные материалы, которые к тому же закупались по завышенной стоимости. В ситуации разбиралась Марина Романовская. Белоснежная каплица на берегу реки видна издалека. На холме находится массовое захоронение. В годы Великой Отечественной войны здесь был пересыльный лагерь для советских военнопленных «ДУЛАК-125». Это место на окраине Полоцка окрестили территорией смерти. Ежедневно здесь гибли сотни людей, хоронили на стрельбище. Историки говорят, земля буквально дышала. Также в «ДУЛАК-125» привозили и пленных из соседнего гражданского лагеря. По меньшей мере здесь похоронено 40 тысяч человек. Память жертв фашизма решили увековечить несколько лет назад. Согласно проекту, мемориальный комплекс «Урочище пески» должен объединить сразу несколько масштабных композиций. Деньги собирали всем миром. Эти кадры сделаны почти два года назад. В местном ЖКХ, а именно коммунальное предприятие и является заказчиком, демонстрируют фотографии будущего мемориала. А вот так место памяти выглядит сейчас. То, что должно было строиться на века, разрушается на глазах. Строительные материалы некачественные. Установлено завышение объемов выполненных работ на 57 тысяч рублей. Строительство данного объекта производилось за счет бюджетных средств, за счет спонсорской помощи и за счет средств Белорусского фонда мира. Плитка дорогая, а вот качество далеко не идеальное. Материалы, которые использовались при строительстве, не выдержали и одной зимы. И такая картина на всей территории комплекса. Проводится доследственная проверка. По результатам доследственных мероприятий будет принято решение в рамках Уголовного процессуального кодекса Республики Беларусь. В ходе проверки выявлены иные нарушения со стороны должностных лиц ЖКХ города Полоцка. Некоторым из этих нарушений уже дана правовая оценка и возбуждены уголовные дела. Пока работа на мемориальном комплексе приостановлена. О том, что здесь давно не ступала нога ответственных за строительство, свидетельствует и высокая трава на территории. В ЖКХ уверяют, работы возобновятся совсем скоро. Ряд есть причин и вопросов, которые сначала нужно отработать и удариться уже конкретно в работу. Планируем завершить благоустройство в виде устройства плиточного покрытия и дорожек. Рассматриваем возможность поставить в проектное положение саму каплицу, то есть по сторонам Сиета, вызвать завод-изготовитель, который дал нам гарантийные обязательства. Когда вместо этой неприглядной ленты, которая по всей видимости означает, что на территорию посторонним вход запрещен, появится символическое красное, в ЖКХ сказать не могут. Жители Полоцка надеются, что случится это уже к 9 мая и не сомневаются, что память о погибших будет сохранена на века, не только в сердцах людей, но и в мраморе. Марина Романовская и Александр Петровецкий, агентство теленовостей Полоцк.